вышли мы от конденсатора опять на лесную дорогу птички поют вокруг все цветет деревья цветут цветочки все пахнет и благоухает как ты говорила хочу по лесной дороге спуститься и найти озеро которое раньше было полноводное сейчас мы будем идти посмотрим найдем мы его или нет найти конечно найдем но она наверно пересохла потому что очень было сухо этим летом просветали вот такие колючки на эти колючки очень красивые по всей горе одуванчики уже начали цветать покрылись белыми шапочками начинает расцветать другие деревья боярышник начинает свести тизил внизу будет очень много терна по бокам с двух сторон цветет медуница медуница вот самый сейчас собирать время она как раз еще не потеряла свой аромат и придает тонкий вкус чаю сейчас я покажу ее снизу было вообще очень много этих поляна с медуницей по всей горе собирается вот этот цвет вот этой медуницы ее можно сушить а лучше свежую прямо добавлять чай она придает очень своеобразную нотку для чая тонкий вкус меда она очень полезная противовоспалительные процессы она восполняет противомикробные также она отхаркивающие средства широко применяется в медицине это наше народное средство наши помощницы в нашей аптечке домашней если не лениться у нас лесу очень много трав которые можно пособирать следом за медуниться сейчас начнет свистить чабрец его я обязательно пойду собирать обожаю чаще в лицу знаю слышно как поют птички но щебец стоит на весь лес красота необыкновенный даже ехать далеко не надо поднялся на нашу гору около города и гуляешь наслаждаешься природы воздухом и красотой за нашей спиной нас пытается догнать дождевые грозовые тучи море на дорогу соревноваться вдоль дороги цветет баря ярышник с обоих сторон пахнет обалденно пчелки его сейчас опыляют и осенью его можно собирать он очень полезен гипертоником он просто восстанавливает давление его можно употреблять как и с повышенным давлением так и с пониженным пахнет вообще супер прошли еще чуть ниже и открывается вот такой замечательный вид на море на двух якорную бухту и на мыске и котлома море сегодня тихо и спокойно и вот подошли к озеру даже есть там вода раньше она была более полноводная но зима была в этом году снежная дождей было много и даже пополнилась я года три назад было здесь просто было сухое место а сейчас вон водичка камыши начали прорастать как и раньше было по всему склону вокруг горы вот такие норы это или мыши или гадюки они любят влагу и тепло здесь они могут вылезти попить водички погреться на солнце половить мышек ящерек так что ходить тут надо очень и очень аккуратно в мае и августе гадюки более злые и агрессивные в мае потому что они проснулись голодные а в августе они размножаются и кидаются из-за этого на людей охраняя свое потомство вокруг озера также боярышник очень много растет только начинает свистеть сквозь тучки пробивается солнышко и и и и и и вышли на смотровую площадку вот такой обалденный вид открывается на море внизу виднеется двух якорная бухта мыс и котлома вдалеке от женикидзе в районе двух якорной бухты дачный поселок а в дымке вдалеке уже виднеется кородах и бухта которая как-то бели находится и 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 другой стороны уже открывается вид на феодосийский залив Не скажи, что синеват. Вышли на край с метровой, вниз уже как обрывы такие, склон, весь в оврагах, правда по всем склонам на топтанной дорожке, как из Феодосии, так и с Арджиникидзе и Коктебеле. Народ сюда ходит, гуляет постоянно. Море сейчас вообще обалденное. Оно сейчас такого цвета синего, оно сливается вместе с небом. Горизонт сливается с небом. И сейчас его трудно даже различить. Сквозь облака просвечиваются лучи солнца. Субтитры создавал DimaTorzok. Другой стороны озера на другом склоне находится родничок. Вот мы к нему спустились. От него вот вода просочилась. Тоже тут как бы мини-стовочек образовался стоит вода. Вот это мы подходим к роднику. Сейчас вода там, конечно, застоялась. Раньше она была чистая, прозрачная. И, в принципе, тут всегда мы набирали воду, пили. И можно было в любую погоду остудиться. Вода есть, его просто надо почистить. Вода есть, его просто надо почистить. Субтитры создавал DimaTorzok. Поднялись чуть выше родника и открывается новая смотровая площадка. И красивый вид сосны. Эти сосны посажены уже в наше время. Тоже так же содержались террасами. Хотели, чтобы тут вырос лес. Правда, не все сосны принялись, но большинство принялось. Вдалеке, сквозь тучи, виднеется голубой-синий просвет неба. Он сливается с морем и получается очень интересный контраст. Сегодня очень тихо и спокойно. Ветра нету, море спокойное, гладкое. Гулять просто красота. Находимся над двоякорной бухтой. Сквозь облака вышло солнышко и осветило какие-то котлома. Так что она лежит в лучах солнца, греется. Двухьякорная бухта называлась только потому, что везде всегда шторм, волны. А тут всегда была тишина, даже когда вокруг всегда штормило. Поэтому корабли приходили сюда, становились на два якоря и пережидали любую бурю здесь. Отсюда и пошло название двухьякорная бухта. С этой стороны мысль греется в солнечных лучах. Небо почти чистое, облака разошлись. А в сторону Феодосийского залива и Приморского уже тучи. И, наверное, вдалеке, может, даже идёт дождь. Контраст обалденный. Солнце и тучи. Возвращаемся уже назад в город. Погуляли, насладились природой. И даже застали закат. Солнышко садится за горы, между горами и облаками. Вид открывается просто суперский. Птички сверенчат во все голосе. Это тоже уже перед сном готовится ко сну. Солнышко сядет и лес уснёт. Вдет. Вдет. Месяц уже вышел Молоденький, растущий Спускаемся уже к Феодосии А сзади нас Опять нас Догоняет непогода Очень быстро Бегут облака по небу Если они и так дальше Будут находить с той стороны То это начнется сильный Дождь и гроза Ветер прохладный начал дуть Так что скоро настигнет Нас уже эта буря Надо побыстрее спуститься Нам уже тут Недалеко осталось Но облака очень-очень быстро плывут Я не знаю, видно вам или нет Это уже дождевые облака Может быть даже будет гроза Дождем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok